Так, о, recording process, хорошо, что означает, фильм побежал, так, хорошо, очень рад тем, кто присоединился, у нас сегодня вместо юзер Велф Шмуэль, что тоже очень радует, вот, и мы с вами постараемся восполнить то, что нам не удалось сделать вчера. Да, очень волнует, честно говоря, потому что очень такой материал сложный, может быть, несколько раздерганный, но в любом случае мы с вами постараемся, вот, и я вас всех предупреждал, что это в какой-то степени лекция, а в какой-то степени это совместная работа, то есть от вас тоже требуется такое нетривиальное напряжение, вот, и, может быть, не всегда получается. Потому что материал очень сложный, если что-то не получилось, мы с вами вернемся, вот, короче, прошу вступать в соавторы, а не просто присутствовать. Хорошо. Значит, мы, как всегда, с вами посвятимся нашим духовным усилиям, успеху наших воинов и их благополучию, выздоровлению раненых, возвращению пленных. И всегда упоминаю Люба Бат Михаэль, Илюни Шматау, Лизихра, скоро три года со дня ее кончины, вот, и, странно говорить, кончина, потому что для меня она присутствует, как бы, почти физически в этом мире. Вот, ну, вот, поделился с вами. Теперь, немного хотел вам рассказать, как бы, о мудрости царя Шламо в продолжении нашего разговора в прошлый раз. Сейчас Михаэль в прошлый раз спросил, почему Шламо не написал, как бы, сразу, вот, написал бы число пи, тем или иным образом записал, а не зашифровал бы это такой системой, которая называется криуктив. Одно читается, а другое пишется, или одно пишется, а другое читается. Затем он это число пи зашифровал, и я вспомнил, я сразу не ответил, я вспомнил, что Агра в его комментарии к книге Сефер и Цера, да, книготворение, которое написано Авраамом или передается от Авраама, да, он, скажу в скобках, что у Агра, у Винницкого Гаона большинство комментариев каббалистического плана, очень подробный комментарий, вот, на Сефер и Цера, да, и он практически без упоминания сферот, а в основном основан на логике и математике. Вот здесь обсуждая это море шламо, и вот этот приём за одно пишется, другое читается, да, и, а мы из этого увидели с вами число пи, он говорит о том, что в духовном мире, да, внимание, в духовном мире соотношение диаметра и окружности равно один к трем ровно. Да, да, это очень глубокая философская мысль, да, и непонятно, можно ли в духовном мире начертить круг, провести прямую, да, там, видимо, это заменяется некоторыми понятиями, да, круг, скажем, это больше присваивать, брать, прямая, это больше давать, стремиться куда-то круг, кстати, прямая динамика, да, И вот эта глубокая мысль, которую можно развертывать, да, что, скажем, да, круг и прямая, круг и прямая практически как бы почти сливающиеся или даже совсем сливающиеся понятия в духовном мире, да. Вот я как-то не хочу на этом останавливаться сейчас подробно. Если у кого-то желание есть, то в моей первой книге, можно сказать, нашей первой книге с любой теории парадокса, там есть момент, который, в общем-то, объясняет или через него можно понять эту посылку Вильнюсского Гаона, да, но, по крайней мере, мы можем себе представить, да, что Вильнюсский Гаон увидел в такой записи намек на, скажем, процессы или соотношения в духовном мире. Это вот ответ уважаемого Михаэлю, да, полный, неполный, не знаю, по крайней мере, что-то. Теперь я поднимаю презентацию, презентацию, да, вот, и мы переходим к её началу, да, и здесь я выписал то, что я не собираюсь для вас читать. Смотрите, здесь очень много текстов, просто как-то я так себя более чувствую уверенно, когда этот текст с нами, но я постараюсь вам пересказать для того, чтобы ещё раз попытаться представить себе царя Шламо, его мысли, намерения, и, может быть, нам поможет понять нашу главу. Я немножко хочу вернуться к восьмой, к девятой главе. Сейчас посмотрим в девятой главе, да, в девятой главе я немножко хочу вернуться, и это нам поможет её понять ещё глубже, да. Итак, в трактате «Гетин», да, в Вавилонском Талмуде рассказывается странная агада, история про царя Шламо, что Шламо приступил к строительству храма, спросил мудрецов, можно ли возвести здание из камня, не используя железные инструменты. Да, Галаха предполагает, что камень нужно обтёсывать за пределами храмовой горы и доставлять уже цельным, и собирать как кубики, да, для этого нужна большая точность, как вы представляете, но дело не в этом. Это Галаха Шламо хотел пойти дальше, как бы, да, совсем не использовать железо для обтёска камней. И мудрецы сказали ему, что у Маше был жучок Шамир, который мог расколоть даже самые прочные скалы. Но как найти этого жучка, никто не знал. И вот Шламо посылает своего слугу Бенаяу, сына Иоаяды, посылает к царю чертей Шидим, Ашмедаю. Его имя указывает на то, что Эшмидай – огонь слишком сильный, да, выходящий за пределы. Здесь тоже можно говорить, но мы примем, как бы, это имя его, Ашмедай. И Бенаяу Бен Яаяда находит Ашмедаю в пустыне, поднимающийся к небу, пьющему росу небес, и спускающему вниз, и пьющему воду из колодца. Он обманом напоил Ашмедая вином, заковал его в цепь и привел к Шламо. И когда Ашмедай шел, он шел только по прямой, не сворачивал, да, и он ломал дома. Бедная женщина попросила, чтобы ее дом не сломали, он попытался свернуть и вывернул себе ногу. Интересные подробности, все имеет значение, постараемся все обсудить. Но самое главное – это когда Ашмедай находился в плену у Шламо, пока не был построен храм. Однажды Шламо спросил его, чем ты сильнее людей? И Ашмедай согласился показать, на что он способен, если с него снимут цепь и дадут ему перстень царя. Как только это было выполнено, он уперся одним крылом в небеса, а другим – в землю, и отбросил Шламо на расстояние в 400 миль. Шламо ходил, как никому неизвестный человек, и он утверждал, что он царь Шламо, никто ему не верил, его привели в Санхитрин, там с ним разговаривали и сказали – нормальный человек, только в одном он сумасшедший. Не бывает, чтобы человек был в одном сумасшедшем. Проверили и увидели, что на престоле вместо Шламо сидит Ашмедай, а вот он, Шламо, здесь скитается. Вернули Шламо на престол. Это Агада. Я постарался ее расписать, по крайней мере, в первом приближении, постарался расписать в книге «Малахим Алиф». Очень советую заглянуть, кстати, и «История с морем», Шламо, «Медным морем». Шламо также расписано в этой книге, так, чтобы было понятно и подробно. Теперь, о чем рассказывает эта Агада? Опять же, объяснение приводится в книге «Малахим Алиф», в дополнениях. И, скажем, многие люди, к великому сожалению, глубоко погрузившиеся в иудаизм, не понимают, что никаких ангелов и никаких чертей не существуют. Никаких ангелов не существует. Даже что же это такое? Ангелы – это, грубо говоря, условно говоря, кино Всевышнего, которое он показывает пророкам для того, чтобы объяснить процессы, происходящие в мире, какие силы действуют, как они разворачиваются, какой вид они принимают, еще какие-то моменты. И все это объясняется вот через такое кино. Никаких ангелов с головой у козлов, орлов, быков. Их не существует в прямом смысле слова. И они, в общем-то, не существуют нигде. Ни в материальном мире, ни в духовном мире. В духовном мире там существуют, скажем, энергии, которыми все, духовные энергии, которыми Всевышний управляет мир. И в видениях пророков они обретают такие образы. Что же такое черти? Вот у нас здесь царь чертей – Ашмедай. Черти – Ашшедим, лучше сказать. Можно разбирать это слово. Очень интересно. У нас просто на все нет времени. Аризаль связывает это с именем Всевышнего Шадай. Только нету буквы «Ют» на конце. Получается «Шед», «Шедим», «Черти». Короче говоря, черти – они тоже физически не существуют. Это проблемы, которые есть в душе у человека. И они приводят его к ошибкам, неправильному представлению. И к спотыканиям, так сказать, кладут, как говорится, камень спотыкания перед ним. Это черти, проблемы в душе. Я вам, может быть, рассказывал, что, когда я присоединялся к занятиям Раб Штензальца по сказкам Раби Нахмана, то один из слушателей, а там очень много рассказов о чертях, Раб Штензальц вообще называл сказки Раби Нахмана шидологией, то есть на науке о чертях. И вот один из слушателей спросил, а правда черти существуют на самом деле? Раб Штензальц сказал, конечно, по несколько штук в каждом из нас. То есть, скажем, это такое простое и необходимое понимание. Оно, к сожалению, скользает от многих людей. И вот эти слова черти, ашшидим, царь чертей – это описание проблем, которые есть у человека. И отсюда мы с вами делаем очень важный шаг, и мы представляем себе, что этот ашмидай, царь чертей, он – это и есть сам шламо. Это его проблемы, те проблемы, которые есть у шламо, так сказать, внутри него. И отсюда мы можем вывести колоссальную картину и понимание устремлений шламо, и то, что для шламо является мудростью, или, по крайней мере, одним из аспектов мудрости. И, как мы сказали, мудрости очень трудно дать определение. И он, что хотел шламо? Вот этот ашмидай мечется между небом и землей. И шламо хотел соединить небо и землю, построив храм. Каким образом? Каким образом? Что значит соединить небо и землю? Или соединить духовный мир и материальный мир? Это привести в мир благословение, постоянное, независимое даже от молитвы человека, независимое ни от чего. Это соединить духовный и материальный мир. Конечно, дальше нужно молиться, дальше нужно соблюдать заповеди, для того, чтобы расширить рамки этого благословения. Но, в принципе, благословение должно действовать постоянно. Что такое благословение и как соединяется духовный и материальный мир? Материальный мир – он ограничен, а духовный мир – он безграничен. И поэтому можно представить себе соединение материального мира и духовного мира. Я проверяю, никто ли нас не ждёт, здесь не ожидает, чтобы можно было всех впустить, но я не вижу никого, кто бы был в ожидании. Хорошо. И, скажем, соединить духовный и материальный мир – это значит, как бы, расширить рамки материального мира. Урожай становится больше, но не только урожай, не только успех человека, силы его, скажем, становятся больше. Рамки материального мира расширяются, но он и понимает лучше, и видит лучше. Это называется благословение. И это то, чего хотел добиться Шламо, так сказать, на постоянной основе. Храм, он как бы соединяет духовный мир и материальный мир. Шламо хотел это сделать буквально. Кроме того, он хотел через материальные образы выразить духовные образы или сделать так, чтобы храм помогал человеку через материальный мир видеть духовный мир, то есть читать материальный мир, как духовную книгу. В конце концов, мир был создан словом, и каждое творение, оно о чём-то говорит человеку. Другое дело, что мы не слышим, не всегда понимаем. Шламо умел это понимать сам, как бы он понимал, и даже язык деревьев. Не то, что деревья говорят, но Шламо понимал, что хотел Всевышний сказать, когда он сотворил это дерево. Это и есть соединение духовного и материального мира. Вот материя, и я понимаю её духовную сущность, вот этого элемента материи, вот этого дерева. Я сразу понимаю его духовную сущность. Это царь Шламо и ещё целый ряд других аспектов. И вот эта задача, которую поставил перед собой Шламо, она очень проблематична. Но очень проблематична. В общем-то, человеку это либо трудно сделать, либо он не может это сделать. Как бы какой-то зазор между материальным и духовным миром остаётся за Всевышним. То есть, молись, и тогда это соединиться, этот не может соединить на постоянной основе. Шламо хотел на постоянной основе, и это стала его проблемой. И здесь мы видим, что когда он построил храм, ему показалось, что ему удалось это сделать, соединить духовно-материальный мир, небо и землю на постоянной основе. И это выражает вот этот конец истории с Ашмедаем, когда Ашмедай протягивает одно крыло к небу, а другое крыло протягивает к земле и таким образом соединяет небо и землю. Но это шедд, это недостаток, это непонимание того, что этого сделать нельзя, что зазор всегда остаётся, всегда нужно просить у Всевышнего, чтобы раз это произошло, это замыкание, это только с молитвой, да, а вот когда ты думаешь, что это можно сделать, тут Шламо улетел на четыре стопорца за пределы своего трона, да. Ему удалось потом, в конце концов, вернуться, ему удалось осознать, как бы, все проблемы и снова стать царём Израиля, да. Это развертка этой Агады. Она нам позволяет понять и мудрость царя Шламо, да, и представить себе, что в храме все изображения, они совершенно не случайны, они указывают на духовный мир, так как мы с вами посмотрели море Шламо, да, это и вписанный квадрат, и круг, вписанный в квадрат, и квадрат, и вписанный круг, и круг, вписанный в квадрат, да, мы поставили это, как бы, образы Шламо, все указывающие на духовный мир. Шламо оказалось, что человек посмотрит, ну, не казалось, мне трудно представить, что он думал, но так, условно говоря, можно сказать, что ему казалось, человек посмотрит и всё поймёт. Человек сразу поймёт, что есть представление, что точка изначальная, есть представление, что прямая изначальная, есть, да, вот, и есть духовный мир, в котором понятие прямой и круга – это почти одно и то же, ему казалось, что всё это можно сделать, да, и вот он так поплатился так сурово, да, вот, можно сказать, что суровое наказание, но человек, на котором лежит обязанность принести благословение весь мир и так далее, да, у него ответственность колоссальная, да, вот, это примерно, как бы, очень быстрое объяснение этой Агады. Мы упомянули, что Ишмеда идёт прямо, не может свернуть, и когда он сворачивает, и заветная женщина вывихнул ногу, это тоже имеет значение, так как царь прокладывает себе дорогу у царя и справа проложить прямую дорогу, не считаясь чужими виноградниками и чужими давами, может быть, он заплатит компенсацию, но он прокладывает себе прямую, у него есть право проложить прямую дорогу для себя, для своего войска, да, и вот мы видим, что действительно этот Ишмеда, это Шламо, он идёт прямо, и он жалеет бедную женщину, но он не имеет права из-за частных проблем, да, из-за частных проблем, как бы, свернуть, отступить от общих проблем, от проблем построения дороги для своей армии. Очень коротко, очень бегло, надеюсь, что вы меня как-то поняли в конце, если, пожалуйста, можно будет вопросы, вот мне бы сейчас не хотел сбиваться с темпа, но я бы был очень рад, если бы вы записывали свои вопросы, да, вот. Теперь возвращаемся к... Никто у нас не стучится в дверь, никого не надо пустить, я не вижу, да, возвращаемся к девятой главе, да, и здесь ещё раз хохмот банта байта, мы здесь можем обратить, да, вот я подчеркнул это, поправил немножко русский перевод, мудрости построила себе дом, то есть мудрости во множественном числе и построила в единственном числе, да, построила себе дом. Мы сразу можем себе представить, да, что, Ишламов хочет сказать, что в мире существует как бы много мудростей, да, есть математика, есть физика, есть химия, да, в конце концов, все они, это одна мудрость, по крайней мере, для него, да, как мы с вами немножко подчеркнули и увидим ещё раз, да, что целью мудрости, которая, может быть, много, рассыпается намного, но она одна в том смысле, что у неё одна цель, да, это подвести человека к ощущению божественного присутствия в мире. Да, мы говорили, что мудрость, она неотделима от морали, от нравственности, что мудрость направлена на то, чтобы распространить благо, всё это верно, но мы сказали, что, мы также сказали с вами, что мудрость нельзя определить, у неё много есть целей, и вот здесь, пожалуй, мудрость, которая стала мудростями, мудростями этого мира, наверное, кроме мудрости Тора ещё, да, мудрость Тора присутствует всегда, кроме мудрости Тора, мудрости этого мира, представление об атоме, о молекуле, о Вселенной, о галактиках, о звёздах, о сверхзвёздах и так далее, и так далее, и так далее, все эти мудрости, они построили дом, да, высекли семь колонн, да, и мы с вами говорили, что речь идёт о внешнем мире, который весь построен так, чтобы указывать на Всевышнего, на его мудрости, мы сейчас с вами приведём примеры, да, вот, и также мудрость, она, мудрость, она создаёт душу, или, по крайней мере, можно сказать, создаёт душу, или, лучше сказать, влияет на душу человека, да, воздействует на душу человека, и это семь свойств души, как мы с вами говорили, да, и вот мудрость, как бы, она формирует внешний мир и внутренний мир, да, не будет души, не будет свойств души, внешний мир бесполезен, потому что человек своей душою воспринимает внешний мир, конечно, он воспринимает и разумом, да, безусловно, да, вот, но разум, как бы, он не работает без души, да, и вот это инструмент восприятия мира, и мудрость построила дом, да, построила, построила себе дом, то есть, чтобы в мире повсюду была мудрость, которая выводит на понимание Всевышнего, его планов, его целей, в конце концов, на живое ощущение Всевышнего, и также она повлияла, скажем, на душу человека, на семь его, семь его качеств души, да, вот, и давайте попробуем представить себе, чтобы как бы не быть, голословными, или, скажем, до этого, до того момента, который мы хотели перейти, я вот вижу, что я приготовил здесь для вас секунду, 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 так, да, да, вот, 27-й псалом, в 27-м псаломе Давид, который, собственно, он и повлиял на шлаву, он говорит так, да, вот, хотел бы я, Шифти, Беид Гошем, сидеть в доме Бога все дни моей жизни, созерцать приятность Бога и заходить в его храм, да, что же такое дом Бога, если не храм, да, а дом Бога для Давида – это вся земля Израиля, да, и здесь он сидит в доме Бога, то есть сидит вместе с Богом, с освящением Бога на все дни жизни его и созерцает приятность Бога. Что он созерцает? Свет Бога. В свете Бога он видит весь материальный мир, ну, вот что-то в таком роде. Так что строительство дома мудрости у Шламо, да, я бы сказал, что оно перекликается с восприятием, что такое дом, дом Бога у Давида. Мудрость Шламо, она бы превратила всю землю, весь материальный мир, по крайней мере, землю Израиля в дом Бога, да. Вот теперь, да, дальше говорится, да, или скажем, что как нам сделать, да, вот давайте представим себе, чтобы не быть голословным, а что же это за мудрость, как она строит, как она строит мир. Подойти можно с разных сторон, да, можно, скажем, представить себе вот большой взрыв, как начало всего, который указывает на сотворённость мира и на единое начало мира, да. Можно искать мудрость Всевышнего в ДНК, да, вот, то есть как бы непосредственно как бы представить себе мудрость, которая строит мир и указывает на присутствие Всевышнего, можно представить себе как науки, да, науки, которые в конечном итоге кричат о божественном присутствии в мире, о его созданности, его созданности мира, да. Можно, да, это один аспект, другой аспект мы можем представить себе, как бы как в словах или как в названиях заключена мудрость и как этот мир примерно читал Адама Решон, первый человек. Я не берусь утверждать, что это буквально так, но как-то вот приблизительно можно представить его мысли, когда Адаму было велено дать название животным, да, вот он, скажем, посмотрел на верблюда, увидел у него два горба, представил, что верблюд может 40 дней идти через пустыню, без воды, без еды, отощает, конечно, но пройдёт, да, но это... и он назвал его Гамаль, да, Гамаль от слова Гамуль, тот, кто оторван, оторван от источника, может идти и передвигаться без источника, да, и что же здесь он, Адам, увидел для себя, да, он, с одной стороны, увидел для себя, как бы, со стороны отрицания, что он не должен быть таким, да, что это животное, так сказать, это дурное начало, представлять себе, что ты можешь без источника прожить 40 дней или хотя бы одно мгновение, да, вот это похоже, это быть похожим на верблюда, это быть похожим, по сути, на верблюда, а это представил себе человек, но с другой стороны, да, он также представил себе, да, а вот как можно исправить это свойство, да, а иногда можно идти, как бы, как бы оторвавшись от Всевышнего, но не чувствуя, не ощущая его, но помнить, помнить о том, что обязательно помнить о том, что Всевышний даёт тебе все силы, да, да, как сказано, да, вот, ибо сила руки твоей дала тебе весь этот успех, да, и вспомни Бога Всесильного твоего, да, когда человек приходит в землю Израиля, здесь он действует очень часто, по крайней мере, и действовал, и действует без видимых чудес, я не вдаваясь в подробности, естественно, есть и чудеса, и всё, но человек в земле Израиля, он действует, строит, работает, сажает дерево, он строит сам, он не чувствует, не чувствует часто божественного присутствия, да, которое скрывается от него, да, что он, какая его обязанность понимать, да, что вспоминать о Боге, который дал тебе эту силу, да, который дал тебе эту силу, да, это свойство земли Израиля, это верблюд, это то, что примерно Адам выучил из верблюда, какое-то дурное желание, и как его можно поправить, да, помнить о Боге, идти самому, но помнить о Боге, да, это Арье, да, вот, так его назвал Адам, Льва, да, это, как говорят наши мудрецы, это Ор-Я, да, свет Бога, да, ну, что же есть тут от света Бога, да, Арье рычит, все животные приходят в трепет, да, он, да, он, как бы, царь этого мира, да, то есть, какая аналогия, да, свет Всевышнего хочет войти в этот мир, и не всегда его принимают, да, и иногда он входит с силой, как бы с рыком, пугая, да, добиваясь того, чтобы его впустили, да, что можно сделать, да, конечно же, да, к чему это призывает, быть готовым восприять свет Всевышнего, да, не дожидаться, пока на тебя будут рычать, да, собака, Келев, да, Келев, да, она Келев, да, так её назвал Адам, она, как сердце, как сердце человека, она больше, чем другие животные, связанные с человеком, и человек может сделать из неё что угодно, он может сделать из неё спасателя, который будет отыскивать людей в лавине, он может сделать немецкую овчарку, которая будет бросаться на людей, Келев, это то, что, Келев, Келев, это то, что отражает собаку, да, вот теперь у нас обезьяны, здесь я в конце написал, вот не знаю, как на иврите, но поскольку мы сейчас с вами поговорим, что в других языках тоже есть какой-то элемент святости, элемент, он не всегда там проглядывает, но иногда, да, да, то вот по-русски обезьяна, она очень хорошо звучит, да, это О без Я, то есть образ, оболочка без внутреннего содержания, да, это то, чем является обезьяна, она могла быть похожа на человека, в чём-то похожа на человека, но это не человек, да, есть оболочка, вот, но нету Я, нету внутреннего, нету внутреннего содержания, да, вот, и так далее, и так далее, можно говорить бесконечно, да, вот наша задача только почувствовать этот момент, если мы заговорили о святости других языков, то давайте представим себе, представим себе английский, да, вот слово world, мир, оно состоит из двух слов, word of lord, да, слово Бога, ну, разве это не определение истории, что такое мир? Это слово, это слово, слово Бога, да, я хочу как-то упорядочить мысль, да, и сказать, что мы, чем мы заняты, мы смотрим примеры того, как мудрость построила её дом, в том смысле, что, что значит мудрость построила дом, что в доме всё указывает на присутствие Всевышнего в мире, на том, что всё не случайно, на то, что мир сотворён, а не возник сам по себе, всё-всё-всё указывает на это, да, вот, и она же придала душе силы соотноситься с этим, понимать с этим и чувствовать, и, как мы с вами помним, одно из свойств души – это чувство красоты, вот, а красота – это ощущение того, что за материальным миром скрывается, скрывается духовный, да, вот как-то так можно представить себе, что мудрость построила дом, да, теперь мы можем соотнестись с буквами, буквы, надо сказать, что это ещё не само творение, это преддверие творения, да, и вот эта буква – это мир мысли Всевышнего, вот, и это мир мысли Всевышнего, две буквы – это уже имя, это творение, не случайно, что в субботу запрет писать две буквы рядом, вот это творение, одна буква – это ещё не творение, конечно, не надо писать и одной буквы, но запрет суббот нарушается, когда человек две, пишет две еврейские буквы рядом, да, Это имя, это творение, а вот одна буква – это только мысль, идея, которая предшествует творению. Но мы с вами говорили, мы с вами видели, что мудрость, она предшествует творению. Медраж говорит, что она создана за две тысячи лет до творения. Мы это с вами разбирались, не возвращаясь к этой мысли. А вот посмотрим, как бы, да, ту мудрость, которая до творения, мудрость зарождающаяся, мудрость идей. И мы с вами, может быть, неоднократно говорили, что йод – это в каком-то смысле первая буква алфавита. Это та первая точка, с которой начинается мир, тот атом, который, тот сингулярный атом, который взорвался, и из него всё пошло. И из слова йод можно составить буквы диё – чернила. То есть, как бы, вот эта точка, в ней содержатся все чернила, которыми в дальнейшем пишется мир. Она также, её название близко к слову яд – рука. И мы понимаем, что за этой точкой, как бы, скрывается рука Всевышнего. Он скрывает свою руку, которую он и творит мир, и управляет мир. И управляет миром. За буквой йод идёт буква кав. Кав, как вы понимаете, это ладонь. Ладонь пригоршня, можно сказать. Ладонь пригоршня. То есть, это сосуд. Если йод – начало творения, то кав – это первый сосуд, который призван, так сказать, получить это творение, тот цвет, который идёт из этого творения, понять это творение. Вот это, как бы, символизируется буквой кав – рука, пригоршня, которые подставлены для того, чтобы получать. Вот, потом у нас есть здесь буква ламит, да, вот, и она, я нарисовал её, так как её часто пишут, по крайней мере, приблизительно, да, это кав, на котором есть буква йод, иногда пишут вав, но можно представить себе и букву йод, да, это она рассказывает о том, что всякий сосуд, он, конечно, создан для того, чтобы получать, да, но получая, как бы, он не должен забывать о том, что есть духовный мир, да, что в этом материальном мире всё выходит, выводит на связь, через точку йод, выводит на связь с духовным миром. Буква, буква самих, она, как бы, проблематична, она появляется не сразу, не сразу появляется в Торе, первый раз она появляется в слове из города Ахтав и закрыл за ним, да, проблематичная такая буква, которая говорит о замкнутости такой, да, в каком-то смысле неспособности воспринимать, она не является сосудом, да, вот. Но эту силу самих преодолевает буква М, да, она, как бы, если так можно сказать, понимает, да, понимает, что нету в мире вот этой замкнутости абсолютной, есть выход на точку йод, который выводит на духовный мир, и одно это понимание, так сказать, помогает ей разомкнуть себя, да. Вот. И есть ещё несколько примеров, но я всё-таки думаю здесь остановиться, потому что задача не изучить эту тему, а задача, как бы, почувствовать, о чём речь, что значит мудрость создала мир, и что значит мудрость сотворена до мира, да. Я напоминаю, что на это указывают буквы, есть идеи, да, которыми творится и мир, и творится душа человека, каждая буква – это связь с духовным миром, тот или иной тип связи с духовным миром, да. Ну, ещё, может быть, один пример мы с вами приведём с буквами, да, это буква ТЭТ, да, вот, и, скажем, я нарисовал их грубо очень по Аризалю, буква ТЭТ – это буква ВАВ, загнутая внутрь, да, и буква ЗАИН, да. ЗАИН указывает нам на то, что где-то наверху, может быть, в мыслях человека, а может быть, и выше ещё, может быть, во внешнем мире есть ют, она существует, человек догадывается о том, что ют существует, да, но она ещё не принадлежит ему, она не в нём, то есть этот выход на духовный мир, он существует, но не принадлежит человеку, что делает буква ВАВ. Она ищет этот ют внутри, внутри себя, да, внутри себя, вот, ищет этот ют внутри себя, потому что он пока ещё остаётся внаружи, как бы, человек не чувствует его, может быть, в мыслях, может быть, совсем во внешнем мире, да, когда он смотрит на мир, он понимает, что есть выход на духовный мир, да, но внутри себя он это не чувствует, и вдруг буква ШИН, она говорит о том, что в тет родилась буква ют внутри, и теперь у нас есть ВАВ, и ЗАИН, и ют посередине. Вот, здесь можно говорить, здесь можно говорить бесконечно и говорить о названиях букв, опять же, наша задача почувствовать, что в мире присутствует мудрость, которая построила её дом в том смысле, что весь мир построен таким образом, чтобы человек мог найти выход на духовный мир, на живое ощущение Всевышнего, на понимание того, что мир создан, и понимание даже того, как он создан, да. Вот, я ищу, где мы с вами стоим, да, вот, итак, мудрости, мудрости построили дом свой, да, и высекли, так сказать, колонны души, да, внешний и внутренний мир, да. Дальше. Мудрость, она зарезала что-то, животное, да, заклала, налила вино, да, даже накрыла стол. О чём говорит это? Да, 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 о том, что мудрость как бы призывает, да, она не просто это сделала, да, речь идёт, как бы мы чувствуем, что речь идёт о служении в храме. Есть жертва, есть вино, которое вызывается на жертвенник, да, есть стол, стол накрытый, да. Мудрость как бы призывает человека даже в будничных делах почувствовать себя в храме, когда он ест, когда он пьёт, мудрость призывает его почувствовать в храме, то есть, да, каким образом, да, ощущать божественное присутствие, так как оно ощущается, так как оно ощущается в храме. И мудрость послала своих служанок, чтобы они возвестили на высоких местах города, да, что это за служанки, да, мудрость, да, она сама очень, мудрость сама очень высокая. Вот, может быть, ну, что-то примерно, как мы с вами говорили о буквах, сотворение мира, название животных. Мудрость как бы боится быть не понятой сразу, она не может обрушить на человека себя всю. Ну, она посылает служанок своих, как бы, мудрости, которые поменьше, да, вот какие-то намёки небольшие, что-то, науки какие-то, которые намекают, через которые можно увидеть намёк на сотворённость мира, и они призывают с высоты города. Кто простак, иди и заверни сюда, да, тот человек Хасар-Лев, которому не хватает сердца, бессердечный, да, она ему говорит, идите, ешьте, ешьте мой хлеб и пейте моё вино, да, которое я, которое я разлила, да. Вот, да, то есть, опять же, мы видим, что обращается, обращается одна мудрость, ну, посылает она многих, как бы, да, многих-многих шлухот, то есть, это одна мудрость, у которой есть много-много разветвлений. Есть очень серьёзные, и есть немножко попроще, да, и вот эти, которые попроще, они кричат людям. Ну, простаки, идите, заходите сюда, простаки – это тот, кто не думал. Жил себе, да, там, вот, скажем, занимался химией, переливал из колбы один раствор, смешивал с другим, да, что-то шипит там, да, вот. Никогда не задумывался о Всевышнем, никогда не задумывался о том, что каждое творение указывает на Всевышнего, каждая наука выводит на Всевышнего. Он просто не думал об этом, проставка, да, Хасар Лев, да, тот, у кого не хватает сердца, тот, кто почти то же самое, не обращал внимания, да, не обращал внимания, идет по жизни, не обращает совершенно внимания, что весь мир построен мудростью, как дом Всевышнего, и вовсюду его можно найти, да, вот. И мудрость, одна же опять мудрость, да, то их много, то она одна, она ему говорит, идите, ешьте мой хлеб и пейте моё вино, которое я налила, да, живите так, чтобы ваша пича, даже будничная, была как жертва, как бы вы едите её, как жертва шламим, едите её за одним со столом Всевышним, да, оставьте ваши глупости, а звук питаем, да, оставьте ваши глупости, да, как почти звучит, как в одесских рассказах, да, папаша, выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнуют этих глупостей, так вот, оставьте этих глупостей и живите, да, живите, потому что без Бога это не жизнь, пока вы не находите Бога, вы не живёте, потому что это источник жизни, да, может быть, вам кажется, что вы живёте, но это не жизнь, да, вы ашру бедерих бейна и идите по пути понимания, ашру здесь как бы шагайте, да, это глагол, глагол довольно распространённый, да, 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 это, скажем, строительство дома и призыв мудрости заметить, заметить, увидеть, что весь мир построен так, чтобы указывать на присутствие Всевышнего, да, вот, дальше мы с вами говорили немножко, получающий косюнствующего насмешника, да, принимает на себя бесславие, обличающий нечистивого пятно, пятно себе, да, то есть мы сказали, почему такой переход, потому что не со всеми можно разговаривать, есть люди простые, не подумали как бы ни о чём, да, а есть люди, которые уже укоренились в своём злодействии, да, и укоренились в своей насмешке, да, и они всё, всё отрицают, над всем смеются, ну, говорят, да, ну, первый взрыв, да, мы не будем заниматься тем, что было до взрыва, вот сам первый взрыв и начался мир, да, вот, одним из таких, одним из таких насмешников был Огинс, да, великий физик, который недавно скончался, инвалид на инвалидной халяске, величайший ум, который отрицал Всевышнего, он, правда, пользовался такими понятиями, он говорил, мы получили портрет Всевышнего, когда удалось сфотографировать тепловое излучение реликтовое, оставшееся от первого взрыва, он говорил, мы получили портрет Всевышнего, да, но на деле он, как бы, отрицал, отрицал существование Всевышнего, да, вот типичное, просто, да, типичное насмешка, он укоренился в своём мнении, что Всевышнего нет, или, как сказал, как сказал Лаплас Наполеону, Лаплас представил Наполеону схему Вселенной, так как он её понимает, и Наполеон сказал ему, я всё понял, но я не понимаю, где в этой схеме у вас Всевышний, Лаплас ему сказал, Сир, моя схема не нуждается во Всевышнем, с таким человеком, с таким математиком бесполезно, бесполезно разговаривать, да, вот, и мы представляемся очень хорошо, что современная наука крутится, крутится вокруг разных вопросов, что такое пустота, а что такое эфир, вот, что такое чёрная материя, и никак она не может сказать, да, есть рука Бога, есть яд, рука, которая скрывается за ют, за началом мира, она есть, да, не обязательно, и не обязательно, скажем, её использовать как научное понятие, пожалуйста, продолжай изучать дальше, ну, признай это, да, нет, да, это, это всё похоже на насмешку или уже на злодейство, да, и со мной умножатся дни твои, и прибавится тебе лета жизни, да, если ты мудр, то мудр для себя, а если кощунствуешь, ты один насмешничаешь, ты один пострадаешь, да, очень интересно, да, царь Шламон подчёркивает, конечно, есть заслуги у учителей, у великих, у предшественников, да, но в каком-то смысле есть и такая сторона, что всё, что ты понял, это твоя заслуга. Здесь для себя по-русски как-то не очень хорошо звучит, да, это твоё, да, лиха, да, себе, да, то есть в том смысле, если ты мудр, то мудр себе, в том смысле, что это твоя заслуга, ты приобрёл заслугу, потому что тебя учили, да, хорошо, но ты понял, есть такие вещи, которым научить невозможно, как говорится во второй главе трактата Хагига, да, ну, невозможно этому рассказать, а что такое? Даются намёки, и человек понимает сам, и вот это вот понимание человека царь Шламон подчёркивает, да, мудрость, всё, что понял, твоя заслуга. А если сидел и насмешничал, смеялся, да, это только твоя вина. Ты не можешь сказать, что тебя этому научили, что тебе рассказали, что мир возник сам, да, что нас не интересует, что было до большого взрыва, это всё вещи нереальные, да, мы, значит, происхождение жизни мы понимаем по теории академика Апарина, да, ты не можешь сказать, что тебя научили, да, общий принцип Торы, да, что человек сам несёт ответственность и за свои дела, и за своё мнение, за своё мировоззрение, которое у него сложилось, да, вы можете сказать, что это всё несправедливо и так далее. Может быть, здесь, может быть, есть какие-то пропорции, да, но царь Шламон подчёркивает эту сторону, что у человека есть, по крайней мере, часть, большая доля в насмешничании, в непризнании этого мира, сотворённого Всевышним, невидении этого, или даже специальное отрицание, да, научный коммунизм – это вина самого человека, по крайней мере, в какой-то степени, это колоссальный принцип, он всегда действует в Торе, да, что, значит, совершённое преступление, кто бы не послал тебя совершить это преступление, кто бы не научил тебя и кто бы тебе не рассказал, что это заповедь, в любом случае, это твоя ответственность перед небесами. А у небес там свой суд, они найдут пропорции, положат на весы, сколько ты ошибся, сколько тебя научили неправильно и так далее, не в этом дело, да. Но принцип, принцип, что у человека есть возможность в любой ситуации, как Авраам в обществе идолопоклонников, встать и сказать, да, понять, встать и сказать, есть Бог, Он один, и Он не соотносится ни со одной силой природы. Эта сила есть у каждого человека, да. И в любой лаборатории, да, в химической, физической или какой угодно, есть возможность подумать, что всё, что ты делаешь, ты видишь, как это работает, всё это указывает на руку Всевышнего, действующего постоянно в мире, да. Вот один, по-моему, глупость, вот, да, ещё немножко, ещё немножко, очень хочется успеть продвинуться. Глупость женщина безрассудная, да, напротив умности, напротив мудрости стоит безрассудная женщина. Это глупость, шумливая и ничего не знающая, да. Ну, в нашем случае, так как мы объяснили, я думаю, что мы недалеки от правды, это научный атеизм, да. И она сидит у ворот дома своего, на стуле, на возвышенном месте города, да, и говорит примерно такое, а, человек живёт один раз, да. Ну, что вы теряете время на эту тору, на эту философию, пытаетесь понять мир, да, чтобы звать прохожих, идущих прямо своими путями, да. Есть люди, которые идут прямо своим путём, а тут им вокруг кричат совлазны. Ах, говорят, пойдём выпьем, ну, скажем, пиво, да, поговорим за кружкой пива, да, о житейских проблемах, зачем нам все эти мировые проблемы? Это глупость, которую зазывает Простаков. Кто глуп, пусть завернёт сюда, да. Вот это, конечно, как бы не она говорит, ну, может быть, она или ей такие слова вложили в уста этой антимудрости. Кто глуп, пусть завернёт сюда, и неразумному говорит она. Очень интересная вещь говорит, да. Вода краденая сладка, и утаённый хлеб приятен, да. Почему вода краденая, да? Ну, вот, почему она краденая? Она, может, зовёт его за кружку пива, человек заплатит за эту кружку пива. Почему она вода краденая, да? Вот хлеб там, да, утаённый, как бы, невидимый кем-то, сейчас, скажем, кем невидимый, да, вот, там, закуска какая-то к этому пиву, да. Почему это особенно приятно? Краденый хлеб, он украден у Всевышнего, да. Как говорят в трактате Брахон, тот, кто ест без благословения, да, он ворует у Всевышнего и у Кнесты Сраэля, у общества Израиля, да. Что он ворует? Ворует благословение, да. Когда человек говорит благословение на какую-то пищу, на еду, да, он осознаёт, что всё создано Всевышним, что Всевышний ему это дал, да, и таким образом он открывает путь для ещё большего благословения в мир и не только для себя, для всего народа Израиля. Его благословение, его понимание, выраженное в благословении, распространяется как заслуга на весь народ Израиля, и Всевышний тогда даёт ещё большее благословение, да. Он ворует у Всевышнего в том смысле, что, как бы, да, Всевышний хочет дать благо в мир, да. Единственное, что ему мешает, это непонимание людей, неспособность воспринимать это благо. Так вот, когда человек не говорит благословение, он ворует у Всевышнего в том смысле, что он не даёт ему дать в мир ещё большее благословение. Вода, краденая сладка, вода, украденная Всевышнего, да, когда ты пьёшь, да, выпиваешь и закусываешь, и тебе не надо думать обо всех этих проблемах, кто сотворил мир, как он управляет миром, и что он здесь постоянно присутствует, а ещё хуже того, требует от тебя чего-то, да. Ешь без благословения, и это вода, пьёшь без благословения, эта вода, краденая, она становится сладка. Вода часто имеется в виду вино. И утаённый хлеб, хлеб как бы утаённый от Всевышнего, да, съеденный, так сказать, из-под рукава как-то, да, чтобы он не видел, да, то же самое без благословения, да, он, он приятен, да, приятен в том смысле, что не нужно ни о чём думать, никаких высоких идей, да, и он не знает, тот, кто заворачивает, тот, кто слушает эти слова глупости, он не знает, что мир Метвицы там, в глубине преисподней, зазваны ею, да. Мы здесь остановимся, я с некоторым сожалению останавливаюсь, да, вот, надеюсь, что мы с вами чувствуем, что это какое-то море мудрости, перед нами текст, который, ну, в общем-то, мало прочитан, который надо пробивать, да, вот, и опять же я повторяю, что, на мой взгляд, это очень-очень важная работа, если мы только даже соприкоснулись с пониманием этого текста, поняли, о чём всё это, я делаю стоп-шер, я вижу все наши квадратики немногочисленные сегодня, но это понятно, занятие перенесённое, есть что-то, хочется спросить, я с вами. Равзеев Яшаркох открыл рот и не закрывал, пока вы тут рассказывали. Правда? Я думал, что я не закрывал рот, а как вы за это выяснили? Михаил, спасибо, спасибо. Нет, вот этот комментарий, Равзеев, это вообще первый раз, Хидуш, почему? Ну, почему я раньше-то не слышал на Медраже из Гитина, про этого червяка. Где этот комментарий совершенно оригинальный? Это ваш? На чём он основан? На чём он основан? Я вам говорил, Михаил, вот, во-первых, во-первых, вы для меня всегда поддержка уже сколько? 25 лет, как минимум, да? Больше. Во-вторых, да, у меня все доказательства, они доказательства от противного. Вы знаете, в математике есть такое доказательство от противного. Да, да. Вот, не доказательство от противного. А разве может быть иначе? А предложите что-нибудь иначе, и мы тут же разобьём это предложение в пух и прах. Не-не-не, всё стало на свои места, Равзиев. Всё стало на свои места. Когда вы это сказали, всё стало на свои места, как пазлы сошлись просто. Вот, я шарковал. Вам кажется, что, может быть, это как бы такое интеллектуальное развлечение, а оно нет. Я, может быть, вам рассказывал, я напомню, да, я вот в моей работе с солдатами я столкнулся с девушкой, замечательная девушка, вот, она меня спрашивает, вот, вот, нам сказали, что Тору нельзя учить ночью, потому что ночью чертишь и дим. Вот объясни мне, пожалуйста, что это такое. Я вам рассказывал, да? То есть, глубочайшее непонимание, непонимание, извращение, уход в хасидизм с этими представлениями, которые человек совершенно не может осмыслить, да, они просто создают балаган, и с ним можно жить на личном уровне, но построить народ, да, великий народ, который влияет на других, и у которого есть сила, потому что в нашем понимании, в нашем понимании сила, построить народ невозможно. Семью можно, да, ну, сказал так, сказал так, народ не был, народа должен быть дух, а дух невозможен без вот этого вот понимания, да, откуда мы, куда мы, и что по дороге. Я извиняюсь, у меня вообще мозг вынесло сегодня совершенно на вашу... Ну, ради бога, да. Так и мы в следующий раз повторим. Я должна буду еще посмотреть, но дело не в этом. У меня, ну, как бы, неудобно вас сейчас отвлекать, ну, вот, во-первых, я не поняла вообще по поводу того, что нет ангела, нет Малахим, как это, Рафаэль, Риэль и так далее, я не поняла. Правильно, правильно, да. Это так же, как, да, это так же, как, скажем, рука Всевышнего, да, Веремьягу, Всевышний коснулся рукой уст, уст, уст Еремьягу. Всевышний, не ангелы, Всевышний коснулся рукой. Что же там произошло? Есть у Всевышнего эта рука? Может быть, он видел руку, может быть, он не видел руку, это не имеет значения, да, но когда говорится рука Всевышнего, что имеется в виду? Да, это говорится что-то, чтобы нам, чтобы мы поняли, да, действие Всевышнего, да, коснулся его, коснулся его уст, что он вложил ему определенную силу, там и так далее, да, Всевышний – это, скажем, рука Всевышнего, это та его сила, которая действует в мире скрыто, да, такие вещи, но представить себе, что у Всевышнего есть действительно рука, пять пальцев, да, это же и долупоклонство просто. Но ведь говорится рука Всевышнего. То же самое и с ангелами, да, вот, доказательством может быть, мы откроем с вами книгу Даниэля, и мы там увидим ангела в форме козла с крыльями, да, что это где-то реально существует? Да нет, это мировые процессы, которые показываются Даниэлю кратко, сжато, в виде образов, да, там этот козёл сталкивается с бараном, да, вот, и вот у этого козла, выросли четыре рога, да, что это? Это происходит где-то в какой-то реальности? Если да, то это кошмар и ужас. Да, это происходит, грубо говоря, грубо говоря, в кино, в психологии человека, да, психология человека Всевышнего, да, показывает ему вещи реальные, существующие, свои планы, ту энергию, которую он управляет миром, он даёт ей, облекает её в определённые образы, чтобы человек понял, понял глубоко, чтобы это затронуло его душу, да, иначе это представить невозможно, да, вот, да, то есть любой, любой ангел, любой ангел, это некоторое, некоторое кино, да, мне трудно произносить эти слова для себя, я как понимаю, но, ну, вот просто для того, чтобы объяснить, я говорю, что это кино, да, но это перекликается, да, это перекликается с моря на ухим, да, я понимаю, правильно? Конечно, конечно, но малахим, это что-то, а как же тогда Всевышний говорит, мы создадим, и так далее, мы, мы создадим, да, на сэ, адам, и целыми, на сэ, адам, и целыми, и кудмитей, но это, если вы привязаны к кутинизму, то это объяснял, а то, что Всевышний говорит, в этом вопроса нет, еще раз? Я говорю, вопрос только, вот, в том, что, ну, вот, в том, что дама задала вопрос, а то, что Всевышний говорит, это совершенно понятно, просто как, дважды два. Ну, хорошо, хорошо, и, да, и, скажем, тем не менее, да, тем не менее, значит, нас и адам, кому обращается, кому обращается Всевышний, да, а когда он говорит, то циарис дешесев, когда он говорит, пусть земля выпустит траву, к кому он обращается? К земле? Она слышит, да, это, опять же, язык Тори, когда Всевышний обращается к земле, он дает ей силы, да, выпустит траву, дает ей силы выпустить травы, да, это циарис, земля выпустит, что он сказал, она была там суха, и все, и не было этой травы сотворенной, вот, он дал ей силу, выпустить эту, выпустить эту траву, и дал ей эту силу, один раз, и навсегда, то есть, земля обладает этой силой, земля, как бы, конечно, Всевышний постоянно участвует в творении, но, скажем, с какой точки зрения, можно представить себе, что он дал земле эту силу, теперь нас и Адам, кому он обращается, как объясняет любажеский рэбе, да, он обращается ко всем силам природы, можно сказать, что к ангелам, можно сказать, к силам природы, да, своим обращением, он закладывает, да, принцип свободы выбора для, принцип свободы выбора для человека, да, вот, как бы, да, принцип свободы выбора, вот, ангелы там, они хотят, не хотят, поразмыслят, там, скажем, да, мы можем себе так представить, да, но для Всевышнего, да, это обращение, ко всем силам природы, что, да, указывает на то, что он включает в Адама все силы природы, которые есть в нём, и это даёт ему свободу, свободу выбора, да, вот, поэтому никаких ангелов нету, тем более нету ангелов, которые, скажем, сами обладают свободой выбора, да, что он говорит, Всевышний говорит, нас и Адам, давайте сделаем человека, они сейчас скажут нет, да, нету их, да, это процесс творения, сам в себе, он уже содержит зачаток свободы выбора, когда все силы собираются вместе, да, все силы собираются вместе, и, скажем, их баланс, их борьба там друг с другом, она сама по себе создаёт свободу выбора, грубо говоря, понимаете, понимаете, а никого, кто передваивает, и это каждый раз, в книге Иискееля мы увидим ангела, который не хочет делать то, что говорит ему Всевышний, да, не хочет, да, и когда он вынужден делать, он делает по-другому, не так, как ему сказали, что это такое, что это такое, это кино, которым Всевышний показывает пророку, насколько он же сам Всевышний не хочет разрушать храм, этот ангел должен взять угли, бросить их на храм, он не хочет, кто не хочет, не хочет Всевышний, да, 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 это развитие там, Морин Вухим однозначно для меня, конечно, конечно, слава Богу, слава Богу, что вы это прекрасно понимаете через Морин Вухим, да, вот, не зря Рамбам старался, понимаете, писал, писал, старался, вот, и так каждый раз, каждый раз, да, вот, нету, нету ангела, который обладает свободой выбора, нам мудрецы это скажут сто раз, да, и в трактате Хагига объяснят это, но нету такого, чтобы ангел обладал, свободой выбора, кто подумал, что ангел обладает свободой выбора, он, ну, как, грубо говоря, еретик, ушел от веры в единство Всевышнего, подумал, что ангел обладает свободой выбора, ушел от веры Всевышнего, так кто он, ангел, да, кино, потрясающе, огромное спасибо, огромное, вообще, то есть, не хочется говорить, не за что, давайте скажем так, чтобы нам всем было на здоровье, и чтобы наши солдаты не погибали, это, это вообще просто, это, это желание, хорошо, огромное спасибо, спасибо вам, я начинаю чувствовать связь с аудиторией, это очень важно, спасибо за помощь в таком, как это говорят, в интеллектуальном штурме, спасибо, всего самого доброго, спасибо, 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 спасибо,